Александр Викторович Горшков 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 На сегодняшний день они в старте заслужены именно по своей работе, то, как они выглядят, по своим качествам, поэтому они сегодня именно поэтому были на поле. Ни в коем случае не из-за того, что они перешли из Динамо. Спасибо. Вопросы и за. Александр Викторович, такой вопрос сегодня особенно бросилось в глаза, особенно при стандартных положениях, что команде не хватает ливоногого футболиста. Для вас это проблема? Это было бы плюс, если бы у нас был ливоногий, да, согласен. Но у нас пока такого нет, поэтому то, что имеем, отсюда и строим свои стандарты. Клуб находится в поиске? Да, мы находимся в постоянном поиске, ну, не то чтобы прямо ливоногого, да, мы вообще смотрим ребят. Ну, у нас, скажем так, выбор больше на рынок Санкт-Петербурга направлен, поэтому уже много пересмотрели, вот, ну, процесс идет, скажем так. Еще вопрос по голкиперам. Третья игра, третий новый братарь. С чем связана такая бурная ротация? Именно на этой позиции. Понятно, что у Малышева дисквалификация была, но все же все это тоже было. Ну, прошлый матч, да, дисквалификация была, но получается, что у нас Малышев сыграл, да, там. Его игрой мы были довольны, да, ну, была ошибка, да. Сыграл также Братухин то же самое, да, получилось. Ну, поэтому, как говорится, если у нас есть еще вратарь, да, то нужно его испытать, да. Поэтому мы ему дали сегодня шанс, и он достаточно уверенно отстоял и отыграл. Довольно его игрой тоже. Все, спасибо большое. Желаем удачи в следующих матчах. Спасибо вам, как же. Александр Владимирович Куртиян, главный тренер футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург. Поздравляю с победой, такой волевой и непростой. Поделитесь вашими впечатлениями о прошедшем матче. Ну, во-первых, соскучился с конференцией. Два матча приходилось насидеть на трибуне. Рад вернуться опять на поле с командой. Все-таки внутри команды это совсем все по-другому. Что касаемо игры, игра была, да, очень сложная. Если мы будем говорить о качестве, то качества не было. Если мы говорим о результате, то очень хорошо, что победили. Очень много новичков у нас. Поэтому нужно время. Команда не строится за месяц. Команде нужно время. Потенциал хороший есть у ребят. Поэтому я думаю, что со временем и качество игры появится у нас будет совсем другое. Поэтому на данном этапе я благодарен им, потому что очень сложная была игра. Мы выдержали и победили. Сейчас мы играем без Степанова, который все еще восстанавливается после травмы. И сегодня не было. Плотникова, который, к сожалению, заболел в свой день рождения. Но стоит ему передать привет и поздравления. Сильно ли это сказывается на ходе игры? И переходится ли вам в зависимости от этого менять схему? Несомненно. Это два ведущих футболиста. Наш капитан команды вообще у нас бетонировал центр поля. Без него очень сложно. Как и без Алексея Плотникова. Алексей, с днем рождения тебе, брат. Эти три очка мы посвящаем тебе. Поэтому очень сложно. Поэтому и пытаюсь искать какие-то варианты, какие-то сочетания в центральной зоне. Чтобы не сказывалось так сильно отсутствие. Отсутствие все равно сказывается. Но, слава богу, что мы берем свои пункты. Вопросы? Александр Павлович, такой вопрос. У вас, с учетом того, что вы в домашние матчи будете играть здесь, ваше поле, на котором вы играете, это преимущество для вас или преимущество для соперника? Я скажу вам честно, что в прошлом году это было наше преимущество. Не очень качественное поле. Мы немножко пытались создать другой футбол. Намного проще. В этом году мы, я надеюсь, что мы перейдем немножко на другой уровень. Поэтому вот это некачественное поле, скорее всего, минус и для нас, и для других команд. Роли уже в коллективе. Как вы относитесь к такому усилению? Как я отношусь к чему? К такому усилению состава. Ой, я очень давно ждал этого усиления. Оно произошло. Самое главное, что мы одинаково видим футбол. Это очень важно. Самое главное, что за спиной у нас есть очень много матчей сыгранных. То есть мы не понаслышке можем рассказывать ребятам о футболе. И, естественно, у нас Борис Олегович был полузащитником. Константин был защитником, полузащитником. Поэтому роли распределены. Будем заниматься защитниками, заниматься полузащитниками, атакующими. То есть работы очень много. Очень много интересной работы. И главное, что мы двигаемся вперед. Спасибо. Бросилось в глаза, что команда очень агрессивно проводит именно стартовые отрезки тайны. Если в первом тайме создали несколько опасных моментов, то во втором, именно в первой десяти минутке отметились голы. Единственное, победное. Это какой-то геймплан или просто... Какое хорошее выражение геймплан. Да, это геймплан. Мы настраиваемся всегда на начало игры. Мы пытаемся нагнетать обстановку, причем неважно, где мы играем. Или дома, или на выезде. Мы пытаемся нагнетать, пытаемся оказывать давление за первые 15 минут, чтобы... Желательно, конечно, забить. Сегодня не произошло в первом тайме, не произошло во втором тайме. Но это план на игру. Игра не может монотонно двигаться. Поэтому где-то взрыв, где-то пауза, где-то опять взрыв. Пытаемся, по крайней мере, исходим из этого. Спасибо. 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 Все, спасибо. Александр Владимирович, ку виктория. Вымутся в меск. Вымутся в меск.